Прошло уже больше года со дня освобождения Херсона от российских захватчиков, однако оккупанты продолжают уничтожать город, но теперь уже не изнутри, а, понятное дело, находясь на расстоянии, обстреливая его беспощадно, просто ежедневно, а периодически и по несколько раз в день. О том, что происходит в городе и в области, поговорим с главой пресс-офиса Херсонской ОВА Александр Толконников с нами уже на прямом включении. Александр, приветствуем. Добрый вечер. Вы знаете, каждый день город под обстрелами, и это, к сожалению, превращается уже в такую черную рутину, где гибнут люди, где уже, казалось бы, нечем удивить. Вот страшнее и страшнее эти новости. Но вот сегодня же я опять читаю о том, что дрон, расистский дрон взлетает и начинает обстреливать гуманитарный центр, где люди выдавали гуманитарную помощь, и есть жертвы. Расскажите, пожалуйста, подробнее о том, что произошло, что это был за дрон и кто погиб, к сожалению. Да, в Береславе, к сожалению, это действительно такая большая статистика, сколько сброшено снарядов и дронов Камикадзе ударили по городу, по населению. К счастью, сегодня в Береславе от дрона не погибл человек, это 55-летняя женщина получила ранения осколочные. Там было три взрыва возле гуманитарного штаба. Там женщина находилась, женщину оперативно госпитализировали. И вся необходимая помощь сейчас ей надается. Но, к сожалению, есть и жертвы. Есть погибший 49-летний человек погиб в селе Токаревка. Возле магазина попали под обстрел трое человек. Один из них, как я сказал, погиб. Еще двое, 60-летний мужчина и женщина 73-х лет получили ранения. Женщина более легкие, мужчина перелом. Такой вот этого взрыва получил со смещением. Он был тоже госпитализирован. Сейчас он в больнице. И врачи, под присмотром врачей. Кроме этого, Херсон, Михайловка была под обстрелом. Херсон был под обстрелом. Только вечером пришло сообщение о том, что в Херсоне обстреляли одно из предприятий. Там, к счастью, пострадавших. Но там есть существенные разрушения самого предприятия. Получили... Там находились, получается, три автомобиля. Предприятие работало, оборудование. Это все сейчас пришло в негодность, к сожалению. В принципе, иногда сейчас тоже слышим выходы. Будем смотреть, как пройдет ночь. Да, однако есть и положительные новости. Они касаются двух девушек 15-16 лет, которых удалось вернуть из оккупации на подконтрольной Украине территорию. Сейчас они находятся в безопасности. Александр, прошу вас подробнее рассказать об этом. Да, это огромная благодарность фонду Safe Ukraine, который продолжает работу. И не только этот фонд, и другие фонды. И также благодарность нашим спецслужбам, благодарность полномоченному с прав человека Украины, которые активно включаются в эти процессы, к нам постоянно возвращают детей. Вот эти две девочки. Это очередная такая работа совместная волонтеров и власти. Результат работы. К сожалению, не могу сказать подробностей. Это такая вот своеобразная тайна, откуда девочки. Но, слава богу, что они сейчас уже дома на родной территории Украины, не под оккупантским игом. И сейчас уже будут с ними работать психологи. И в дальнейшем, если следствие позволит, да, и прокуратура, мы расскажем все эти истории с удовольствием. Александр, расскажите, пожалуйста, что происходит, вот еще такой вопрос на оккупированной территории, какая информация доходит, что нам известно о том, как обстоят там дела? Из последней такой информации, которая действительно меня немного сколыхнула, это то, что сейчас оккупанты начали бюджетникам, бюджетной сферы, людям, которые работают работником, поставили условия в подписании заявления на отказ от украинского гражданства. Они понимают, что сейчас паспортизация их не особо, людей не особо пугает. Есть люди, конечно, которые берут паспорта, и, в принципе, это понятно, когда тебя отрезают, ты под прессингом русским, тебя отрезают от всех услуг медицины, образования, получения каких-то социальных услуг, в том числе и постоянные обыски, проверки, вынуждают людей идти под этим прессингом на этот шаг. Но они понимают, что есть даже конвенция международная, что такие действия под прессингом не являются добровольным получением паспорта. Но они пойдут дальше. Они сейчас, как из-за одной из последних сообщений, поставили условия работникам бюджетной сферы, что либо вы пишете заявление и отказываетесь от украинского гражданства, либо вы пишете заявление на увольнение. Кроме этого, активно идет мобилизация, уговаривают, пока еще уговаривают людей вступить в батальон Маргелова. Там активно рассказывают, потому что будут охранять только объекты на территории Херсонской области, никакой войне участвовать не будут. Но все прекрасно понимают и слышали предыдущие истории таких добровольцев, которые ходили и не возвратились в свои дома. Александр, если позволите, для того, чтобы ваши слова не были перекручены теми, кто любит разгонять историю про зраду-зрадоньку или российской пропагандой, пока что уговаривают, слава богу, имелось в виду, что пока что не силой заставляют, а пытаются уговорить людей. Но сам факт того, что уговаривают, это совершенно незаконно, это очередное военное преступление, которое совершается российскими оккупантами. Да, спасибо большое, что поправили, так и есть. Да, спасибо большое вам за то, что присоединились к нашему эфиру. Александр Каталаконников, глава пресс-офиса Херсонской областной военной администрации. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам.